Русский драматический театр вновь собрал любителей классики. На сцене произведения Островского, Гоголя, Бунина и Тургенева. После спектакля в театральной гостиной увиденное обсуждают актеры, режиссеры, приглашенные эксперты и те, для кого игра серьезное увлечение. Зановес опущенный, теперь самое время поговорить о том, что удалось воплотить, а над чем еще надо работать. Пьеса Александра Островского на всякого мудреца довольно простоты не теряет своей актуальности и поныне. Хотя была написана в 1868 году. Комедия «Положение» беспощадно клеймит нравы общества той эпохи, когда путь в высший свет лежит через ложь и обман. Близиться с Мамаевым. Первый шаг на моем подбище. Мамаеву зовут меня с Крутинским, с Городой. Ну, во-первых, это без влияния. Во-вторых, близкие и знакомые Дурусина в метре. Кто не пойти мне и кто? Уж я жизнь непременного, но играл. Яркие образы, костюмы, оригинальная трактовка. Эксперт-театровец Сергей Ильченко специально приехал с Санкт-Петербурга на премьеру. Вдруг начинаешь понимать, что недаром все-таки русскую классику считают, так сказать, хранителем мудрости, хранителем каких-то идей, хранителем каких-то, извините, нравственных устоев и, в общем, типажей. Благодаря артисту и артистам, и Андрею Аверину, и ансамблю спектакля, вдруг оказалось, что пьесу-то не зря ставят во многих театрах России, за рубежом и в Чебоксарском русском драматическом театре. Это, конечно, очень здорово. И то, что, оставаясь классическим по форме, спектакль за счет вот этой вот удивительной интонации, за счет того, что он не претендует на переворачивание смыслов, а вот идет то, что называется по драматургической линии, я имею в виду у Александра Николаевича Островского, который просто так никогда ничего не писал. Активными участниками дискуссии стали молодые актеры-любители. Они с большим интересом слушали гостей из Санкт-Петербурга и в чем-то даже ему оппонировали. У них свой взгляд на современный театр – преемственность поколений. Такие встречи позволяют понять новые театральные тенденции, почувствовать зрительский интерес и двигаться дальше. Многие из молодых ребят набираются опыта, участвуя в окружном фестивале театральное приволжье и всерьез задумываются об актерской профессии. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Ульяна Пятакова, Александр Отяков, Республика.